Добрый вечер в пятницу вечером в эфире ТВ5. Вас приветствует служба новостей. Меня зовут Андрей Мамыкин. Это программа без цензуры и действительно искренне рад, что сегодня весь вечер в течение ближайшего часа с нами будет скрипач-виртуоз. На мой субъективный взгляд, непревзойденный рассказчик о классической музыке Михаил Казиник. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне так хотелось продолжать ваши регалии и то, что вы Нобелевский концерт ведете и являетесь его экспертом ведущим. В смысле не ведете. И то, что у вас и на дожде программы совершенно изумительные. Вы взорвали Латвию. Вы произвели фурор ровно полгода назад, чуть меньше, когда вы приезжали в Ригу. И вот так вот сели, рассказали. И после этого часового интервью мне позвонили все, которые сказали, что они теперь будут ходить в оперу. Они будут слушать классическую музыку. Они поняли, что Бах это вселенная, как сказали вы полгода назад. Как вам это удается? Все на самом деле очень просто. Когда-то немецкие крестьяне в 17 веке садились в повозку, в телегу, в карету и ехали в церковь святого Фомы, в Ляйце. Там господин Бах играл для них музыку. Они слушали, были в потрясении полном. В полном потрясении. А сегодня мы говорим, чтобы слушать музыку Баха, необходимо много учиться слушать музыки, необходимо ходить на специальные уроки музыки, начинать с чего-то простого и постепенно, постепенно, как слушать или услышать Баха. Вот тогда у меня сразу возникает воспоминание о немецких крестьянах. Что они понимали в Бахе? Они приезжали из своей деревни и вдруг воспринимали его на высшем уровне. В чем дело? Дело все в том, что они просто, когда собирались уже, они целую неделю ждали этого дня, этой субботы, этой поездки, когда они подъезжали к собору святого Фомы, заходили в него, видели распятие, думали о жизни и смерти. На этот момент они переставали думать о суете, о хлебе насущном, об урожае, о своем доме, о том, что там надо прибраться, пыль вытереть. Они думали о жизни и смерти. То, что древние греки называли катарсис. Они очищались в этот момент, они переставали суетиться. И когда звучала музыка Баха, она поступала в их приемник в подлинном своем виде. Потому что, оказывается, для восприятия искусства нужно не столько читать книжки, не столько много знать о жизни того или иного гения, сколько быть приемником, настроенным на волну передатчика. То есть Бах — это великий передатчик, человек — это приемник. Приемник часто испорчен. Вот моя задача — отремонтировать приемник. Так антенна сломана уже, уже там не ловит, потому что суета, потому что ты куда-то бежишь, ты спешишь, ты пытаешься чего-то догнать, вскочить. И желательно еще локтем оттолкнуть товарища. Если антенна сломана, как вы говорите, окончательно, и не прилежит восстановлению, то здесь и я бессилен. Но если помехи еще не столь значительны, и если приемник не испорчен принципиально раз и навсегда, то тут я могу вмешаться. И поэтому мне удается вытащить в нормальную музыку, в нормальное мышление, в нормальную литературу, в нормальную живопись немалое количество людей. Сейчас по России идет лавинообразный процесс. Я сейчас просто не успеваю отвечать на все предложения, на все запросы. Я только что провел конференцию «Урал-Сиба» трехдневную. «Урал-Сиба!» Там сидели все топ-менеджеры, и они приняли постановление, резолюцию изучать все мои фильмы, книги, все, что я написал, все, что я сказал, все, что я сделал в программах и так далее, для улучшения качества деятельности и творческого процесса на «Урал-Сибе», то есть в этой гигантской финансовой корпорации. Я провел встречу со студентами Московского университета, и они вдруг почувствовали что-то такое другое совсем. Это были математики и экономисты, талантливые математики, талантливые экономисты. Мы с ним говорили о музыке и математике, о том, что музыка – это одна из величайших форм застывшей математики в кристаллах, в звучании, на самом деле это так. Все законы классической гармонии – это великие задачи по гармонии, это великие математические открытия, это пифагорейство, это геометрия. Неслучайно музыка, геометрия, риторика, астрономия входили в число гвадривиума, главных искусств, как их называли, не науками, а искусствами. И вы знаете, сейчас я все время встречаюсь с разными слоями общества, от топ-менеджеров Уралсиба до детей в городе Выкса в Нижегородской области. И я вижу одно и то же, я чувствую одно и то же, что в человеке огромный потенциал восприятия искусства, музыки, поэзии, литературы. Но этот потенциал все время давится масс-медийными системами, давится и зомбируется попсовостью. Под попсовостью я понимаю не музыку только, а способ мышления, принцип восприятия. — Почему такой спрос сейчас на Казиника, особенно на постсоветском пространстве? Общество, насытившись капитализмом, хочет какие-то антенны свои открыть, давно забытые, настроить? — Я попробую сказать так. Вы говорите о капитализме, которым насытились. Капитализма общество пока не видело. — Ну, если сравнивать с капитализмом вашей родины, Швеции, второй, то, наверное, и нет. — Нет, нет, ничего общего ни с кем не сравнивать. Это не капитализм. Когда я давал интервью газете с Саратовской, у меня сказали, вот мы строим капитализм. Я говорю, да неправда, не врите хоть себе. Никакого капитализма вы не строите. При капитализме, вот у вас, например, в Саратове, значит, директор завода, крупного завода, он платит сейчас огромные деньги, чтобы стать мэром. При капитализме мэр мечтает стать директором завода. Потому что у мэра ничтожная зарплата, а у директора завода всё производство в руках, любые миллионы. Если директор завода мечтает стать мэром, это феодализм. Потому что кто такой мэр? Это веодал. А что такое все директора заводов? Это его подчинённые, вассалы. То есть страны постсоветского пространства как бы делятся на зоны, регионы, которые делят между собой сеньоры. Отсюда и право первой ночи. Отсюда масса всякого всего. Понимаете? И это неправда, это не капитализм. Но это первый вопрос. А второй, поскольку это не капитализм, а феодализм, он предполагает наличие крепостных. И действительно огромное количество людей, считающих себя свободными, на самом деле крепостные. Они прикреплены к этой земле, к этому феодалу, к этому участку, к этой работе. Они не могут пикнуть и восстать. А Россия только что с помпой отметила 150-летие отмены крепостного права. Круглая дата, 1861 год. Она бы отметила лучше отмену крепостного права как подготовку и первую ласточку к 17-му году. Потому что когда освобождает такое количество крестьян, надо было предварительно подумать о том, как их образовать. Как образовать их детей. Как ввести их в новую систему жизни. Так, может, Столыпину не удалось? Может быть, не удалось? Первая мировая, по большому счету, помешала, а не столько большевики. Знаете, это огромный разговор. Давайте не трогать политику. Давайте я все-таки отвечу на вопрос, почему сейчас такой спрос на мои выступления. Давайте. А спрос, я считаю, потому, что люди не хотят быть феодальными крестьянами. Не хотят быть работниками на латифундиях. В глубине человеческой души все-таки живет мечта о свободе, о независимости, о праве тебя быть личностью. И когда я возвращаю человеку его личность, ведь что такое слушать классическую музыку? Это же не вопрос вкуса, это вопрос принадлежности. Если ты слушаешь классическую музыку, значит, ты принадлежишь к тем, вот к ним, да, власть имущим, работодателям. Если ты попсовик, то ты конвейерный человек. И любой работодатель будет давать тебе работу до конца твоих дней. Потому что ты раб. Раб это миллионы, это миллионы стоящие, дергающиеся, исходящие с ума по каким-то Киркоровым там и всяким прочим этим, да. Вот это и есть рабовладение. Это средневековое аутодафе. Что такое попса, да? Попса. Это поп-идол. Это костры. Это инквизиция. Понимаете? Это идущие на молитву обезумевшие верующие. Это можно бить женщину, а потом праздновать со всей страной Новый год. Понимаете, речь идет о том, что сейчас для миллионов людей решается вопрос, кто они в конце концов. Советские люди, бывшие советские люди. Где они живут? При феодализме. Конечно, при феодализме. Никакого капитализма им не пахнет. При капитализме капиталист заработал деньги и тут же отдает 60% всем остальным. Больным, нищим, женщинам, пенсионерам и так далее. Это капитализм. А вот это феодализм. Это, понимаете, каждый владеет над делом. И в этих условиях человек, природе которого свобода, вдруг неожиданно слышит, что призывая этого человека к поэзии, к музыке, к литературе, к мышлению, к глубине, к человечности, к самопознанию, я этим самым предлагаю человеку раскрепоститься, перестать быть этим вечным слугой этих феодалов. Вот что они чувствуют. И они идут за мной. Как вам удалось побороть в себе советское в самом плохом смысле этого слова? Вам путь помог 91-го года и вот как бы волей-неволей вы сами себя вытолкнули в мир Запада? Или вот что-то еще произошло? Мне не надо было бороть в себе советское. Потому что еще в детстве я прочел преступление и наказание Достоевского и понял одну важную вещь. Что Раскольников коммунист-фашист. И Достоевский, как всякий подлинный гений и пророк, предупредил нас, предостерег, мы как всегда не поняли, не прочитали внимательно. Почему? Потому что, помните, Раскольников собирается убить старуху-проценщицу. Что такое убийство проценщицы? Это не что иное, как социалистическая революция. Это экспоприация. Это проценщица, это капиталист. Потому что капитал по Марксу это стоимость, дающая прибавочную стоимость. Убивая старуху, Раскольников совершает социалистическую революцию. И мечта его распределить деньги между бедными. Вот отдать всем Сонечке Мармеладовой, чтобы она не шла на панели. Вот тем этим несчастным. Но то же быть он ее ограбить-то по большому счету не сумел. Он же мучился. Давайте остановимся на первой половине. На первой половине Раскольников хочет убить старуху. Что это такое? Это социалистическая революция. Это экспоприация. Это капитал, который будет принадлежать всем. Но мысль, к которой Раскольников приходит к тому, что он имеет право убить старуху. Ведь по природе он хороший человек. Он не собирается убивать, он не убийца профессионал. Ему нужна теперь философская идея, чтобы убить старуху. И тогда он говорит, человек я или тварь дрожащая. Божь дрожащая, да? И вдруг говорит, человечество делится на две категории. Собственно людей и существ необходимых для продолжения рода. Так вот эти собственно люди, вот вам, читай, сверхчеловек. Мы имеем право приступить через кровь. Потому что нам дано. Чья это идеология? Фашизма. Раскольников показал очень тонкую грань между идеологией фашизма и коммунизма. Он показал, что в принципе это одно и то же. И это одно и то же может быть скрыто под личиной в принципе замечательного, чудесного, умного, тонкого Раскольникова. Раскольников это для нас как бы был путеводитель. Смотри внимательно. Читай, думай. Не соверши это ошибки. До него Гейне в путешествие по Гарцу написал. У нас в Германии сейчас две тенденции. Одна из них национализм, другая социализм. Я боюсь национализма, пишет Гейне в какое-то время, в начале 19 века. Я ужасно боюсь национализма. Они мерзкие. Потому что все формы национализма приходят, приводят к ужасным последствиям. Они могут убить какое-то количество людей даже. Но еще больше, говорит Гейне, я боюсь социалистов. Социалисты возненавидят пение соловья. Потому что пение соловья не полезно. Они возненавидят запах розы, потому что его нельзя положить в карман. И они в конечном итоге могут убить не несколько человек, не отдельные группы, а целую цивилизацию. Поэтому социалистов, я боюсь, это Гейне пишет, больше, чем националистов. Представляете, уже Гейне до Достоевского предупредил. Будут социалисты и националисты. Будет два двуединное начала, и те и другие будут убийцами и возненавидят культуру и искусство. Потому что культура и искусство, подлинная музыка, подлинная литература воспитывает свободных граждан. Нам нужны рабы, обслуживающие нефтяную трубу. То есть вы боретесь с рабством, получается? Конечно. Почему при жестком графике поездок, гастролей, лекций, концертов, встреч, есть города, в которые Михаил Казиник объективно не может приехать несколько лет, а Рига оказалась в числе избранных городов, где за неполные полгода вы появляетесь уже второй раз? А потому что Рига это один из моих знаковых городов. Это город моего детства, город моей любви, город Юрмала, концерт из Алдинтери. Я там слушал всех великих скрипачей, пианистов, дирижеров. Моё детство прошло именно там, потому что мои родители с 59-го года меня махонького начали возить в Юрмалу. И каждый второй год, 59, 61, 63, я рос, я рос в Юрмале, в Риге. Почему каждый второй? Ну, не было денег на каждый год. Поэтому решили, что собирать деньги два года, ну, где же было, время-то какое было страшное. Но я удивляюсь, как они выкраивали деньги, чтобы приехать сюда. Кто-то брал путевку, папа на заводе или мама. Но всегда в Юле, когда Рига с Вазера, рижское лето. И Рига для меня это один из самых святых городов, потому что всё, что я получил в музыке, все впечатления, потрясения, я получил в концертном зале Динтери. Сначала в закрытом, потом у меня на глазах построили новый, вот этот открытый, чудный совершенно. И вот этот шум моря, это гуляние вдоль набережной, эта встреча с Вознесенским и Райкиным, замечательными актёрами, поэтами, писателями, художниками, которые буквально наводнили это место. На мой взгляд, это было одно из самых светлых культурных мест Европы. Именно одно из потрясений у меня было, когда концерт на зале Динтери превратился в новую волну, в попсовый фестиваль. То есть для меня это была смерть. И мы сейчас этим очень гордимся. И в этом году 10-летний юбилей будем отмечать уже 10 лет. Для меня это было ужас. Для меня это была смерть. Потому что, понимаете, есть концертный зал Динтери. Это намоленное место. Вот там у меня на глазах Ойстрах дал 7 концертов. И ещё 2 концерта дирижировал. Величайший скрипач мира. Приезжал так спокойненько, спокойненько, под Ригу, в Юрмалу и считал себя это любимой площадкой. Он, который только что из Альбертс-холла из Лондона, из Карнеги-холла, из Нью-Йорка и так далее, и так далее. Он приезжал сюда, это была его любимая площадка. И действительно, это были любимые слушатели. Это были какие лица. Вы не представляете себе, что это были за лица в этом зале. Это чудо какое-то. А когда гуляли вдоль моря, эти закаты сказочные, это ионическая среда, среда какой-то высшей красоты. И вот ничего сильнее я в своей жизни не испытал. Я объездил уже весь мир, выступал сам в больших залах. Но для меня память детства священна. И Рига священна. Потому что Домский орган, Домский собор, даже театры, русский театр. Всё, что я видел, всё, что я слышал, оно меня формировало. Кроме того, я знаю, что Рига связана с Вагнером, с Малером, с Шуманом. То есть это город, один из знаковых городов европейской мировой цивилизации. Это же просто сейчас всё это забыли. Жители Латвии забыли. Вы говорите про Вагнера. Ну да, я вспоминаю, даже улица есть. Он же жил, он же написал. Значит, в воскресенье, послезавтра, 13-го, в ДК Конгресса, в Доме Конгресса, вечером. Знаете, я сейчас говорю от чистого сердца. Бросайте всё и идите в воскресенье на Казинника. Идите, продайте последние вещи, которые есть. Купите билет. Это всего лишь несколько латов. И слушайте Казинника. Вот я прошу вас, честное слово. О чём вас спрашивают простые или не очень простые рижане на прошлой встрече? Что было больше всего интересное узнать от вас? Ой, вы знаете, о чём угодно. О чём угодно. Они очень хотят знать, какова была Рига. Потому что я это помню. Я не намного старше некоторых из спрашивавших. Но кроме того, дело даже не в возрасте, а дело в том, что я именно и был тем мальчишкой, тем юношей, который всё это посещал, и которого всё это потрясло. И, конечно же, спрашивали о моём ощущении отношений к Риге, к её культуре. Спрашивают об органах. Вот я видел много органа во всём мире. Действительно ли это лучший орган? Я должен подтвердить, что это лучший орган. Как я отношусь к рижской архитектуре? Я говорю о потрясении, потому что даже юген стиль Риги, и то уникален. Как говорит один мой швед, знакомый, у нас в Стокгольме всего одна улица, Страндвеген такая, а в Риге там таких улиц 20. А мы гордимся, говорим, смотрите, какая Страндвеген. А в Риге вот одна, вот вторая, вот третья, вот четвёртая, вот пятая, шестая. Это практически видно было, что все архитекторы, которые вмешивались в Ригу, в разные века, они строили практически крупный европейский город. Даже и в 19-м, и в начале 20-го века. Никто не считал Ригу провинцией. И из-за культуры, и из-за того, что это действительно великий гонзейский город, и из-за её планировки, и из-за её места в дельте Даугавы и моря, и из-за её вот этих рядом лежащих юрмалы и второй части, да, пляжей вот этих. То есть здесь всё в совокупности. И эти дома удивительные там, в юрмале, двухэтажные, старенькие, со вкусом ещё старым сделанные. Понимаете, эти полисаднички, и какой-то невиданный уют, и невиданная красота заходящего солнца, этих лёгких перистых облаков, и этих дышащих сосен огромных, подступающих к песку. Это неопередаваемое ощущение. И юрмала, и Рига для меня всегда было одно целое. И каждый раз по мере приближения поезда к Риге, я испытывал такое чувство счастья. А потом родители после Риги, после Юля, в августе им ничего не оставалось делать, как отдать меня в пионерский лагерь. Потому что некуда девать. Папа и мама едут на работу, а я должен поехать в лагерь. И вот в лагерь я утыкался в подушку каждую ночь, ложась, и плакал. Я вспоминал Ригу, а тут совсем не так. Тут какие-то мальчишки. Барабанные дров. Анекдоты, барабанные дров. По стойке смирно стояли, комары кусают. Ну и потом мальчишки матерились, ругались, рассказывали похабные анекдоты, а я с детства не мог это слышать. Вот я закутывался с головой в одеяло и плакал. А плакал я не потому только, что они ругались, а потому что я никак не мог перейти от этого контраста, воспринять контраст этого счастья, этой чудной Риги. У меня сегодня осталось такое трепетное отношение к Риге. Я иду, думаю, господи, дай бог, чтобы вот этот дом остался тем, каким он был. Дай бог, чтобы за этим поворотом было то, что я увидел, то, что было так хорошо, так красиво. Я действительно безумно люблю. Более-менее не Москва. Да, исторические здания плюс-минус сохранились. Да, ни Москва и ни Киев. Я очень боялся, что уничтожат Ригу. Но Ригу все-таки не уничтожили. А Киев? Почему вы были в Киеве? Я в Киеве не был. Ой, я в Киев все время приезжаю. Там все, там нет ни одной панорамы теперь Киева. Они застроили весь центр этими гигантскими супердомами новорусскими. Там страшные деньги, конечно, прошли. Это ужас, это извращение. Я даже вот поселился, меня поселили на верхнем этаже. Я всегда люблю на верхних этажах больших гостиниц поселяться. На самом верхнем этаже вот этой гостиницы, которая кончается, Крещатик. И я оттуда посмотрел вниз. И вот я задернул занавески. И больше не мог смотреть. Потому что снизу, сверху, вниз, я вижу опять те же гигантские, безликие, бессмысленные дома. Я вижу пустоту. И я не вижу того старого пастернаковского Киева. Я не вижу рейторской. Я не вижу, где звучала музыка Шопена у Нейгауза. Помните, как это всю ночь внимают клёны детям? И так далее, и так далее. Или вот это опять Шопен не ищет выгод. А крыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятия в правоту. Это была поэтика пастернаковского Киева. Киева великого Нейгауза. Ну где это всё? Всё пропало. Там негде играть Нейгаузу. Негде пастернаку вдохновляться. Они его погубили. Я очень боялся за Ригу. Потому что много лет было, когда я не был в Риге. И я всё-таки счастлив, что Рига сохранила свой старый-старый вид. Свою чудную, первозданную идею. Сегодня утром радио слышала Московская, что там очередная группа неравнодушных архитекторов и просто граждан, москвичей, пытаются отстоять дом, который уже по чиновничьим бумагам уже идёт на снос. Это начало 20-го века. Конец 19-го, начало 20-го века. Вот в исторической и Москве. И страшная цифра. Я не знаю, правда это или нет. Я сейчас не перепроверял. Тысячи исторических зданий. Тысяча. Ровно тысячи домов потеряны навсегда без возможности восстановить. Потому что на их месте во время Лужкова уже возведено что-то из стекла и бетона. К сожалению. Булгаковской Москвы уже нет почти. Витя, а вы говорите капитализм. При капитализме каждый дом окружает вниманием. Он становится реликвией. С него берут деньги, потому что приезжающие туристы, их интересует не из дома из стекла и бетона. Их интересует каждый дом 19-го, 18-го, 17-го, начало 20-го века. Им интересна городская аура, атмосфера. Человек может приехать за тысячи километров в Ригу. Почему? Потому что это уникальный, неповторимый город. Если хотите лишиться этих денег, дайте эти деньги миллионеру, он построит дом. А Риги не будет. Поэтому, слава Богу, слава Богу, наоборот, даже реставрируют старые дома. Вот я сейчас посмотрел на бывший русский, старый латышский театр, рижский театр. Вот, после реставрации. Нет, это слава Богу, это спасение. Понимаете, все-таки хватает культуры старой. А я знаю почему даже. Потому что, в отличие от Украины и России, вы на два поколения меньше были под советской властью. На целых два поколения. То есть, у вас нет такого генетического ужаса. То есть, нет такого зомбирования. Потому что, все-таки, пять поколений, это слишком много. Три, как-то легче. Вы достаточно быстро выкрутились. Ну, не знаю. Сейчас я могу предположить, что огромное количество людей начнет спорить с вами. Потому что, все-таки, тоска по советскому. Конечно. Прошлому есть. А знаете, что это за тоска? Это тоска не по советскому. Это всегда тоска по молодости. Потому что, при советской власти, они были молоды. Они были юные. Это совсем другое. Я сейчас ведь говорю, как философ. А если меня спросят, когда самое лучшее время жизни моей было? Я скажу, конечно. В 60-е, 70-е, 80-е годы. Значит ли это, что я люблю советскую власть? Нет. Но я люблю свою молодость, свою юность. Она проходила тогда. И первая любовь, и первые стихи, и первая учительница. Это все для меня свято. И первая школа. Первые стихи Михаила Казинника? Да. Да, да. Давайте сразу после рекламы вы их почитаете, если вспомните. Да, у меня все стихи в памяти. Все, что я написал за всю жизнь. А реклама на пятом, не переключайтесь. Добрый вечер. Без нескольких минут семь. Это эфир пятого латвийского канала. Программа «Без цензуры». Михаил Казинник. Еще почти полчаса. В нашей студии еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вы до рекламы обещали стихотворение. Своё собственное. Ой, вы знаете, так трудно выбрать. Лучше самое первое. Так трудно выбрать. Нет, давайте я лучше прочту стихотворение, которое я написал из цикла рижских стихов, когда мне было 13-14 лет. Оно довольно-таки сложное для восприятия сразу. И еще оно, конечно, 13-летнего, 14-летнего, не обессудьте, но оно искреннее. И оно связано вот с теми тайными ощущениями, которые я испытывал, когда шел по Старой Риге. Смотрел вверх на купола, на домский купол. И там все время ощущение органной музыки, орган, который висит в нефах. Теперь прочту. Итак, путешествие в Старую Ригу. Здесь бытия темнеет зависть, здесь спят дома, небес касаясь. Здесь древность дремлет, что вкусило виновиков из домской силы. В соборах времени млощенных и в вихре стынущих строений, где небеса путей мощенных, вмурован гендель настроений. И в нефах солнечных объятий прикрыт органом дух хорала от смерти. Как Венера платьем, или рыцарь лицо забралом. Слушайте, браво. Потрясающе. А вы читаете свои стихотворения на тех встречах или на тех концертах? То есть и классическим концертом ты это не назовешь. И вроде встречи-невстречи сильно больше и шире и глубже. Это погружение. Вот во время этих погружений вы читаете свои стихи? Да. Если я почувствую, что это нужно, что это можно, читаю. У вас плана нету? Вот вы настраиваете приемник, и как идет, так вы и ведетесь. Вы знаете, у меня есть заготовок сто начал концерта, тысячи окончаний. Но то, что я буду делать, я пойму только когда я выйду на эту сцену, когда я увижу этих людей. Все зависит от многого. От преобладающего возраста, от преобладающего пола, от атмосферы зала, от его интерьера, от рояля, от состояния, от того, как меня встретят, как много людей меня знает и как много смотрит на незнакомого человека. Тут столько всего. Потом я начну всегда с тайных, как вам сказать, тестов. Я протестирую границы восприятия моих слушателей. Я скажу несколько вещей и проверю реакцию на них. Где-то что-то будет, может быть, остроумное. Я проверю, в какой степени они здесь смеются. Где-то, может быть, будет что-то сразу философски глубокое. Я проверю, осознали они или нет. Будут моменты, когда публика не сможет не зааплодировать. Например, моя публика на некоторых фразах, мыслях вдруг неожиданно срывается и начинает аплодировать. Тогда я понимаю, это вообще моя публика. Тогда я понимаю, что можно читать самые сложные стихи, играть самую сложную музыку, самую великую, самую невероятную. Поэтому я все время как бы ощущаю публику. Когда я выхожу, я несколько секунд стою, ничего не говоря. Эти несколько секунд, они решают ощущение, чувство излучения. Что произойдет между мной и публикой сегодня, 13-го, вот как это будет, вы говорили. Воскресенье. Воскресенье, да, воскресенье, 13-го. 13-го марта, да. 13-го марта. И вот от того, как я почувствую, пойдет концерт. Даже вот так вот у меня с нотами. Вот лежит кипа нот, и пианистка не будет знать, что делать. Я ее вызову. И вот открою, открою, открою. Вот это сейчас. Все передумано. Сначала лежали ноты в той последовательности, которая мне казалась. Все меняется, все наоборот. Это вообще исключается, а это включается. Нобелевский концерт, в принципе, может ли подразумевать такую вольность, такой экспромт? Или там уже все до доли секунды продумано десятилетиями? Нобелевский концерт, это концерт в концертом зале. Это концерт с королевским оркестром. Это концерт, в котором принимает часть какой-то выдающийся музыкант. Это совсем другое. Нобелевский концерт, это не я концерт. Я сижу в специальной ложе и комментирую этот концерт. Знаете, я говорю о музыке, я готовлю слушателя, а концерт Нобелевский, это, скажем, Йо-Йо-Ма, великий виолончелист, концерт Воржака с оркестром. Ничего там нельзя менять. Или, например, Шелковый путь. Йо-Йо-Ма привез гениальную музыку современного монгольского композитора. Он вообще, Йо-Йо-Ма исследует Шелковый путь, искусство и культуру древнего великого Шелкового пути. Потом звучит, например, Сюита Жарптица Стравинского. То есть, этот концерт, в котором я ничего не могу менять, я заранее знаю его программу, я заранее знаю его лауреатов. Я знаю, что я буду говорить. Исполнитель может вас профессионально удивить, вот исполнить так, как вы еще никогда не слышали? Это же все равно очень, ну как, индивидуально, по настроению, по всему, что в воздухе летает. Меня не только исполнитель может удивить. Меня сейчас удивляет мой ученик, Данечка Лазакович, который только что в Кишиневе сыграл три концерта с оркестром. Мой ученик, ему 9 лет. 9 лет. Он сыграл модельсона с оркестром. Он сыграл Винявского. Он сыграл со мной в Вивальде, двойной. Он сейчас, вот сейчас, я очень волновался, он поехал в Брюссель на конкурс международный. И взяли там абсолютную первую премию. Сейчас? Да, вот позавчера. Более того, в Брюсселе, в консерватории решает, в виде исключения, взять ли впервые ребенка 9 лет в консерваторию учиться. У них за всю историю этой великой консерватории два раза брали 16-летних. Это было великое исключение. И сейчас они обсуждают вопрос взять 9-летнего. Правда, мой Данечка сказал, что все равно я буду учиться у Михаила, где бы я ни учился. Я могу, конечно, к вам приезжать учиться, но я должен опять возвращаться к Михаилу, к моему учителю. Он меня очень любит. А занимаетесь в основном в Стокгольме с ним? У меня, да, да. Даже бывает время, когда я каждый день с ним занимаюсь по три часа. То есть он приходит ко мне домой, и три часа мы работаем. А как вы встретились, как познакомились? А мама его привела ко мне, потому что у него кризис начался. Он всего два с половиной года играет на скрипке. За два с половиной года он прошел путь, который проходит за 20 лет. И то очень талантливые люди. Искра Божия. А вы посмотрите на Ютубе или всюду, наберите Казиник, Лозакович, Лозакович. И вы сразу увидите, вы слышите, как он играет Мендельсона. Вы сразу будете потрясены. Такая маленькая киса, маленькая, такая кроха, кроха, тоненькая, такая. Вот стоит большими глазами, играет как бог с оркестром. Музыканты оркестр не выдерживают, улыбаются, поднимаются, слушают, аплодируют и так далее. Это надо видеть, это надо слушать. Вот он меня удивляет, потому что из всего, что я ему говорю, 10%. Остальное он догадывается сам. То есть такое впечатление, что он был в прошлой жизни, и в прошлой жизни уже играл. Я ему говорю очень серьезные, глубокие вещи. Я с ним разговариваю как с самым взрослым, самым умным, гениальным человеком. А когда у него спросили, а Михаил Казиник, он не очень строг, твой учитель? Он говорит, нет, он шутит все время, я его очень люблю. А я действительно считаю, что если ученик на уроке улыбнулся меньше трех раз, то урок пропал. Вообще на любом уроке, не только уроке скрипки, уроке фортепиано, на любом уроке в школе, любой педагог, ученики должны несколько раз в течение 45 минут улыбнуться. Потому что не улыбаясь, напрягаясь, напрягая мышцы, они создают эффект усталости. Мозг устает, нет кровотока. И у человека начинают болеть виски, он начинает растирать. И думают, вот, учитель виноват. Конечно, виноват. Все время обучение должно быть радостным. Образование должно быть радостным. Люди должны улыбаться. Дети должны все улыбаться. Должны быть счастливы. Давайте пусть и без вашего гениального ученика Лазаковича улыбнем сейчас зрителей ТВ-5. Сыграть что-нибудь из Вивальди или из того концерта, который вы играете, чуть не сказал, в четыре руки, в две скрипки со своим маленьким кишиневским гением. Ну, знаете, играть концерт, который написан для двух скрипок и оркестра, это очень, ну, как сказать... В прошлый раз мы сыграли 15 секунд Баха, и у нас в режиссерской, я это в наушнике слышу, до конца программы была звенящая тишина. Ну, давайте я лучше покажу что-нибудь такое. Я возьму какой-нибудь начало венгерского танца Брамса, чтобы скрипка сегодня тогда прозвучала уже не по-баховски, а так немножко по-цыганско-венгерски. Вот давайте так. Ну, например. Браво! Михаил Козинник, 5-латвийский канал. Я подумал по ходу, вот прямо сейчас, скрипка это ведь очень народный инструмент, причем у множества народов, от евреев до молдаван, до венгров, это их душа. Душа народа говорит через скрипку, через другие инструменты вот так не говорит. Почему так сложилось? Не думали вы как скрипач? Думал, конечно. Скрипка ведь родилась как инструмент шутов. Инструмент простонародия, даже не народный, а простонародия. Она родилась как шутник. Смотрите, одна девочка говорит, я не хочу кушать. А ее сестра говорит, а я не хочу спать. Мама заходит, говорит, вы должны кушать, вы должны спать. Вы должны спать. Папа, есть и спать. Немедленно. Ужас, какой папа. Ну, а как же. А вот киса маленькая, например, мяукает, семя оставленная, бедная, махонькая киса. О. А вот птички. Так родилась скрипка. Как характеры, как типы людей, как шутники. Скрипка смеется, скрипка плачет, скрипка кричит, скрипка радуется, скрипка шутит. Скрипка балалайка, скрипка гармошка, скрипка гавайская гитара. Или Паганини научил скрипку звучать, как мандолина, пользуясь пиццикатой левой и правой рукой. Например. Видите, что такое скрипка? Это же чудо. Скрипка, как флейта. Как корова. То есть, скрипка родилась уже не случайно похожая на человека. Видите, вот смотрите, если так вдуматься, да. Смотрите, какая прическа женщины эпохи барокко, да. Какая талия. Фигура женщины, да. И так далее, да. А здесь длинная шея, смотрите. Фигура. А это вы знаете, что это такое, Андрей? Официально эфы. Звуковые дырочки. А на самом деле... А по казиннику? Улыбка. Ну как же. А вот вы улыбнитесь и увидите, что у вас образуется дверь. Конечно. Ну как. Это улыбающаяся женщина. Смотрите, вот она. Улыбнулась. Вот ее прическа. Сколько времени ее делали. Во. Видите. А посмотрите, какое у нее платье, господи. Этот мастер сделал такое платье. Вы посмотрите. Посмотрите, как оно сверкает. И оно, главное, не стареет, ни платье, ни скрипка. Даже так смешно. Женщина, чем старше, тем кажется, ну не хочет быть женщина старше, да. А скрипка, наоборот, хочет. Вот она старше, старше, она все лучше и лучше и лучше. И сеет. Смотрите, что творится. Ведь мастер сделал, смотрите, цельная дека. Она не разделена здесь. Это цельный инструмент. То есть вообще. Это Бруно Барбиери. И вы знаете, это человек. Наверное, вы рассказывали в прошлый раз. Мою скрипку только что из ремонта она... Я когда пришел к мастеру в Москве, она у него три дня пробыла, а он мне свою взамен дал, одну из своих скрипок. Вот. И когда я начал играть на ней, она меня не узнала. Она ужасно испугалась, моя скрипка. Я говорю, это я, послушай. И прошло некоторое время, она узнала, вот как из анабиоза выходила, знаете, после операции. Потому что подставку заменили, дужку там все потрогали, переделали, поменяли под грифник. И вдруг она начинает раскрываться. Она еще, кстати, не до конца раскрыта. Мне еще недельку на ней надо как следует поиграть. Но я думаю, все-таки, что к концерту 13-го она будет готова. У нее появились особые качества. Сейчас ее раскрыли, расчистили. Она такая счастливая. Мы снова встретились. Со скольки лет ребенка можно отдавать или нужно отдавать учиться играть на скрипке? Есть расхожее мнение, что это очень сложный инструмент, так сказать, по технике и по всему. Там гибкость пальцев, мягкость чувствовать. На фортепиано можно позже отдавать. На скрипку нужно желательно раньше. Вот по-вашему, со скольки лет? Раньше. В трех. Это зависит от индивидуальности ребенка. Не все ребенки в три года могут воспринять. То есть они устают, им тяжело. В пять многие уже совсем хороши. Шесть, семь. Последний срок. И почему рано скрипку? Скрипка действительно сложный инструмент. И нужно отдавать тогда, когда ребенок не сумеет понять, что это сложный инструмент. То есть тогда, когда ребенок в гениальном состоянии, в гениальной стадии, когда, например, ребенка можно учить трем-четырем языкам в это время, да? В три-четыре года. Будут приходить три человека, и каждый с ним будет говорить на своем языке. Я знаю девочку, у которой папа араб, мама русская, они живут все в Швеции. Вот девочка со шведами говорит по-шведски, с мамой по-русски, а с папой по-арабски. И причем со всеми без акцента, со всеми свободно. Вот. И она даже не задумывается. Но вы же не в три, и, мне кажется, не в пять лет начали играть. Я начал в шесть, достаточно поздно. Не полных семь, точнее. Достаточно поздно. Ну как, в семь тоже можно. И в восемь можно. Я знаю людей, которые начали в восемь и в девять. Но чем раньше, тем лучше. И, конечно, педагог должен... Ну, в пятнадцать нельзя. Вот Нуриев совершил подвиг. В пятнадцать пошел заниматься балетом, стал суперзвездой. Вы знаете, раньше бы я сказал нельзя, а теперь скажу можно. Однажды ко мне пришел один удивительный человек, ему было сорок пять лет. Он сказал, Михаил, я хочу учиться у тебя играть на скрипке. Он был знаменитым врачом, профессор, который защищал свои диссертации в Нью-Йорке. Такой великий шведский врач Гуннер Марклин. Я говорю, Гуннер, я не буду на тебя тратить время, потому что ты уже достиг всего. Ты добился в своем деле великих успехов, тебя знает весь мир. Тебя любят пациенты, у тебя роскошная частная клиника. Ну зачем я буду тратить на тебя время, которое должно будет идти на детей? И вдруг Гуннер мне говорит, Михаил, давай сделаем так. Ты мне дай самое сложное задание на две недели. Через две недели я приду. Если я не выполнил его, то учиться не будем. А если выполню, то будь добр, учись со мной, учи меня. И вот я ему дал сумасшедшее задание. А потом, значит, он пришел ко мне через две недели. Я был вздохнув, вынужден его принять к себе ученики. Через пять лет, когда ему было пятьдесят, мы с ним играли в замке двойной концерт Баха с оркестром в честь его юбилея для гостей. Это было безумие. Он счастливейший играл двойной концерт Баха со мной. Вот. И я потом, еще у меня потом, после этого появилась ученица, это практически шеф лаборатории Астросенека, один из величайших фармацевтов мира. Необычайной красоты женщина, похожей на голливудскую актрису. Рост под два метра почти, смуглая, то есть типичная такая голливудская, великая ученая. Я однажды сказал, Анита, как можно быть такой красивой женщиной и таким талантливым ученым? Она говорит, Михаил, ты меня смущаешь, ты меня убиваешь. Причем здесь красивая женщина. То есть, понимаете, оказывается, я ее обидел. Вообще по-шведски нельзя так говорить. И она стала у меня учиться играть на скрипке. Она за год освоила скрипку так, что сыграла концерт в трех частях, концерт ридинга. Я пришел к убеждению, что если человек талантлив, то даже проблема возраста может отступить. Просто талантливый человек, все, что он будет делать, он всего добьется. Кстати, вот Данечка Лазакович, о которой я вам рассказываю, ну, по фамилии вы числите, у него там есть белорусская кровь. Действительно, папа белорус, он живет в Швеции. Мама киргизка. Ребенок индиго, гений. Так вот, что-то я хотел сказать-то именно об этом. Что играет, что ваши ученики, вот там профессор в 45. Да, да, да. И фармацевт. Да, да, да. То есть, вот, понимаете, Данечка Лазакович, он увлекся шахматами. И он завалил первое место в Стокгольме в своем возрасте. Буквально за несколько месяцев. То есть, это просто сумасшествие. Все, за что он берется, он достигает вершин. То есть, талантливый человек, он получает скрипку и вдруг начинает играть. Естественно, если педагог его не измордует, не убьет, не изувечит, ни глупостью своей не погубит, ни профессионализмом, или жесткостью, или если ученик не улыбается. Когда я работаю со своими учениками на скрипке, они мне все время хохочут, мы балуемся, потому что скрипка это веселый инструмент, смешной в первую очередь. Поэтому нельзя зажимать их, чтобы они бедненькие сидели такие зажатые, несчастные, чтобы потом спинка болела. И когда ребенок говорит, не хочу больше играть на скрипке, то это не потому, что ему не нравится скрипка, а потому, что он не хочет быть зажатым, не хочет, чтобы было плохо, скучно, тошнотно, мерзопакостно. Зачем ему ребенку? Ему же бегать надо. Поэтому я люблю с ними баловаться. Они у меня со стульев падают в мои руки. Мы такие фокусы делаем, мы так балуемся, вы себе представить не можете. А почему? А потому, что тело человека, ребенка, не должно стоять на пути между скрипкой и музыкой. То есть оно не должно быть зажатым. Поэтому мне нужно, чтобы ребенок чувствовал себя радостным, счастливым, свободным, спокойным, гордым, веселым, хохотливым. Тогда все получается. Спасибо вам большое, Михаил Семенович, искренне. Всего вам самого доброго. Спасибо за то, что вы пришли. И удачи вам в воскресенье. Спасибо, до встречи. Все бегите в воскресенье вечером в ДК Конгрессов обязательно, потому что там будет великий Михаил Казиник. До встречи. И неизвестно, когда он появится в нашем городе еще. Так что не упустите. Я прощаюсь с вами. Теперь уже до воскресенья, до программы «Обратный отчет». Ну а мой коллега Юрий Соколовский уже завтра в программе «Политика» в 19.30. А прямо сейчас вечер новостей. Оставайтесь на пятом. Продолжение следует...